Доброе утро! Спасибо, что этот день вы начинаете вместе с нами. Вы смотрите новости дня в студии Максим Самойлов. Вначале коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рай для пешеходов. Многочисленные знаки действительно ли доставляют удобство? Теперь выяснит прокуратура. Четвероногий пассажир. Как ротвейлер самостоятельно добирался на маршрутном автобусе? Глава региона Денис Паслер в Москве встретился с председателем Совета Федерации. Темой разговора стало исполнение национальных проектов. Для успешной работы в области есть все необходимое, подчеркнула Валентина Матвиенко. Освоение средств, выделенных федеральным центром на реализацию национальных проектов в Оренбургской области, составляет почти 100%, заявил губернатор. Речь идет о строительстве дорог, здравоохранении. Отдельно председатель Совета Федерации остановилась на поручениях президента, в частности, в сфере образования. Проекты включили, но их абсолютно точно не хватает. Порядка 15 школ еще не хватает для того, чтобы решить второй смен. Поэтому, если говорить, надо ли корректировать, то, конечно же, надо. Но это вопрос не в соглашениях, наверное, в данном случае. Чтобы выполнить все национальные проекты, область должна задействовать местные ресурсы, заявила Валентина Матвиенко. Необходимо активизировать региональные программы. Те регионы, которые не в форме, нет проектов, нет там и так далее, они останутся в аутсадерах. А вы, если вы уже к этому подготовились, надо постараться максимум получить финансирование на регион. В 2020 году на реализацию 11 национальных проектов в Оренбуржье будет направлено более 17 миллиардов рублей. Это почти на 4 миллиарда больше, чем в 2019-м. В этом году планируется построить 25 ФАПов, отремонтировать около 200 километров автомобильных дорог, а также значительно увеличены объемы государственной поддержки в агропромышленном комплексе региона. Это не единственная встреча, которая прошла в столице накануне. Также Денис Паслер встретился с генеральным директором Росгеологии. Одним из важнейших вопросов разговора стала возможная оценка состояния и влияния действующих водозаборов на поверхностный сток крупных рек Оренбуржья. Это касается Урала и Сакмары. Также стало известно, что в феврале планируется подписание соглашения о взаимодействии между правительством области и Росгеологией. А сейчас к другим темам. В этом году погода бьет все рекорды по своей непредсказуемости. Из-за метели накануне вечером и ночью несколько раз перекрывали особо опасные участки трасс в области. Также снегопад накануне внес коррективы и в работу авиаперевоза. В московском аэропорту Шереметьево из-за метели отложены были два вечерних рейса в Оренбург. Однако в региональном МЧС вновь предупреждают в ближайшие сутки о тумане. Видимость будет составлять 500 метров и менее. И такое опасное явление будет наблюдаться в большинстве районах области. Ветер усилится, ожидается мокрый снег и гололед. Отепель застала многих оренбургцев врасплох. Дорожная ситуация в Оренбурге меняется чуть ли не каждый день. Вместо заносов водителям и пешеходам теперь мешают лужи на проезжей части и снежная каша на тротуарах. Наша съемочная группа проехала по областному центру и выяснила, некоторые улицы превратились в водоемы. 4 февраля. Оренбург. Автомобили форсируют водные преграды. На улице Росковой целое озеро. Глубиной, на первый взгляд, сантиметров 30. Водители осторожны. Под слоем воды скрываются глубокие выбоины. Потому что на монтажной мастерской по соседству пустует. Работы теперь пока не добавила. Сегодня с утра ни одного обращения было. Я думаю, водители все равно сейчас поаккуратнее ездят. Не то, что раньше. Года 2-3 назад такая погода была. Мы с утра до вечера вообще не сидели. Зима-зиме рознь. В прошлом году ни одного потепления. В этом году около нуля и постоянной осадки. Обилие снега в водтепель приводит к обилию воды на проезжей части. Машины разбрызгивают ее в разные стороны. Друг на друга и на пеших участников движения. Пешеходные прогулки по Оренбургу. Особенно в том месте, где вы надумали пересечь проезжую часть, превращаются в настоящее испытание. Потому что сразу со структуара ты заходишь, как правило, на лужу. Проходишь по ней. Ну, здесь более-менее ситуация в этом районе, на улице Туркестанской. Но на других пешеходных переходах идешь по луже и приходишь в лужу. Лужи повсюду. Ситуация привычная для межсезонья. Но в этом году у него очень ранний старт. Дороги, те, что давно не были в ремонте, покрываются все новыми ямами. Водители считают, снег в должных количествах не вывозится. Отсюда и проблемы. Если снег не убирать, тоже они портятся будут. Потому что вода будет замерзать и разрывать асфальт. Процесс разрушения уже идет на многих дорогах. Поездка по городу это подтвердила. Туркестанская, 60 лет октября, восточная авторемонтная. И целый ряд других улиц областного центра требуют как минимум ямочного ремонта. Вот здесь, в районе торгового комплекса, максимум тоже неважный отрезок. Снежные отвалы по краям дорог перекрыли путь к ливневой канализации. Потому фактически везде талые воды идут по проезжей части. В низких местах они скапливаются в большие лужи. Отдельные меры по их осушению заметны, но не всегда эффективны. Довольно редкая картина здесь на улице Туркестанской. Найденный и откопанный колодец ливневой канализации. Вода из той лужи в него стекает. Впрочем, на дорожную ситуацию это повлияло не сильно. Брызги летят во все стороны. По данным администрации Оренбурга, работы по очистке стоков ливневой канализации сегодня проводятся. Силами семи коммунальных бригад на весь город. Виталий Дерябин, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. А вот жители многоквартирного дома, что по улице Солмышская в областном центре, последствия дождя ощутили на себе. Крыша дома оказалась не готова принять такое количество осадков. Вода добралась до первого этажа. Масштаб бедствия оценила наша съемочная группа. Вы знаете, вот это апогея того несчастья, которое у нас в квартире творится. То, что в доме главнее всего погода, Татьяна теперь знает не понаслышке. Из-за дырявой крыши в ее квартире на пятом этаже постоянно идут дожди. Ремонт, который здесь был в стадии завершения, придется начинать заново, говорит хозяйка квартиры. Обои в прихожей попросту отходят из-за постоянной влаги. Образовался грибок. Запах сырости в комнатах – явление постоянное. Женщине пришлось переехать на съемную квартиру. У нас здесь, понимаете, у нас здесь еще щиток проходит, у нас здесь провода выведены на розетке. Мы практически здесь небезопасны по-другому. Вот если сейчас, не дай бог, замкнет, и все, мы тут не выйдем, и дверь у нас железная, все, мы не выйдем. Будем подавать в суд, по-другому никак. Ну, как еще? Ну, хоть кто-то на нас бы обратил внимание. По соседству вот такая вот лопнувшая труба. И днем, и ночью вода бьет, как из фонтана. И продолжается это, по словам жильцов, уже неделю. На лестничной площадке сейчас настоящий водопад. Подняться и остаться сухим здесь не получится. В самом подъезде воды по щиколотку. Жильцы неоднократно пытались откачивать воду сами, но все безуспешно. Люди обращались и в администрацию, и в ТСЖ. В ТСЖ пришли, посмотрели, написали, вот и все. Все обещания. Терпите до лета, я там сделаю. Шестой дом по улице Сталмышской построен в 77-м году. Капитальный ремонт в последний раз проводился 7 лет назад. Но каждый раз проблемы возвращаются. Управляющие компании говорят, причина – резкие перепады температуры. Вы знаете, я вас прекрасно понимаю. Но вы сами видите, какая зима в настоящее время. У нас асфальт не выдерживает, и кровли тоже не выдерживает. Мы работаем. Мы надеемся, что сегодня уже минус 3, завтра уже минус 7. Будет температура. И мы начнем у вас покрывать жидкой резиной. Материал у нас весь есть. Когда окончательно разрешатся проблемы дома, в управляющей компании ответить пока затрудняются. Также нам пояснили, организация выплатит все убытки, которые понесли жильцы дома. Анастасия Кубаткова, Владислав Горбунов. Новости дня. Это новости дня. Смотрите далее в программе. Нашествие волков. Корреспонденты ОРТ выяснили, стоит ли опасаться оренбуржцам хищников. Рай для пешеходов. Многочисленные знаки действительно ли доставляют удобство? Теперь выяснит прокуратура. Четвероногий пассажир. Как Ротвейлер самостоятельно добирался на маршрутном автобусе? С 1 июля этого года во всех частных и многоквартирных домах России начнут менять приборы учета. Об этом сообщает РБК. В домах появятся так называемые умные счетчики. Такое название приборы учета электроэнергии получили за свои свойства. Умный счетчик будет следить за расходованием света и самостоятельно передавать показания поставщику ресурсов дистанционно через специальное устройство сбора данных с помощью сотовой связи или через интернет. Также злостным неплательщикам такой счетчик будет ограничивать подачу электроэнергии. Специалисты говорят, что его средняя стоимость будет в районе 12 тысяч рублей. Однако обязанность по его приобретению и монтажу ложится не на потребителя, а на энергосбытовую компанию. Ну а сейчас к новостям экономики. Доллар и евро за сутки упали в цене. Стоимость иностранной валюты по данным Центробанка сейчас на вашем экране. Рай для пешеходов. Так охарактеризовал один из водителей дороги в Солилецке. Там установили десятки знаков пешеходный переход. Видео вызвало бурное обсуждение о социальной сети. Так сейчас выглядит большинство улиц, отремонтировали которые в прошлом году. Знаки на каждом перекрестке, как на пересечении крупных улиц, так и в местах примыкания небольших переулков. Местные жители считают такое количество пешеходных переходов неоправданным. Тем более, что воспользоваться безопасным переходом невозможно. Комсомольская, практически вся улица в пешеходах. Делали так же Ленина, там тоже практически на каждом перекрестке стоит знак пешехода. Подходов к пешеходному переходу нет, просто стоит знак, потому что там нечищены тротуары. Люди все равно вынуждены идти по дороге. В городской администрации заявляют, что все знаки установлены в соответствии с проектом по реконструкции дорог в курортном городе и соответствуют всем нормативным требованиям. Количеством знаков уже заинтересовалась Солилецкая прокуратура. И в продолжении темы. Более двух тысяч ДТП за 2019 год. В ГИБДД области озвучили статистику происшествий на дорогах Оренбуржья. По данным госавтоинспекции, 256 человек погибли в результате различных столкновений. Около 2700 получили травмы. Снизилось ли число аварий и какие меры будут приниматься в следующем году для предотвращения автокатастроф, выясняла моя коллега Анастасия Синченкова. Ноябрь 2019 года. На 15-м километре трассы Оренбург-Акбулак происходит лобовое столкновение. Минивэн на полной скорости таранит фуру. В результате ДТП сразу шесть человек погибают на месте. Среди них и шестилетний ребенок. Это одна из самых серьезных автокатастроф, которые произошли в регионе в минувшем году. Сотрудники ГИВДД констатируют, всего на дорогах области погибло свыше 250 человек. Общее количество ДТП в регионе снизилось. Об этом говорит статистика. Согласно официальным данным, число аварий снизилось на 6,5%, раненых в них людей на 4%. Уменьшилось и число погибших на 6 лишних процентов. Это 17 человек. Зафиксирована и печальная статистика. Больше стало аварий на автодорогах, области и трассах федерального значения. Для их предупреждения в 2020-м на дорогах региона появится порядка 150 новых комплексов фиксации нарушений. Особую отбеспокоенность вызывают междугородние магистрали. Там, где нет стационарных комплексов, речь идет, например, о Солилецком направлении. Передистанцированы туда переносные комплексы, порядка 6-7 комплексов, вот на эти 60 километров ставим. Люди же все практически сейчас с радар-детекторами ездят, особенно на дальнее расстояние. Он же сигналит, камера стоит, водители предупреждают. То есть превентивные способы предупреждения опасного поведения в виде обгона, там, где бы это нельзя делать, по большому счету, потому что вернуться в свою полосу не успеешь. Они вот, камера делает свое дело. Выезд на встречную полосу и превышение скорости, именно это, по словам сотрудников госавтоинспекции, зачастую провоцируют серьезные ДТП на автомагистралях. К печальным последствиям приводят и несублюдение необходимых требований. 13 детей, получивших травмы во время аварии, перевозили из безудерживающих устройств. Серьезные увечья на дорогах получили и пешеходы. За прошлый год в регионе таких зафиксировано порядка 500. В связи с тенденцией в 2020 году на особом контроле ГИБДД переезд переходов, перевозка несовершеннолетних и пресечение нарушений, связанных с выездом на встречную полосу. Стасия Синченкова, Георгий Бурглуткий, Владислав Горбунов. Новости дня. На восток Оренбуржья движется стая степных волков. Пугающие сообщения о приближении голодных хищников появили в соцсетях. Говорилось, что животные якобы идут со стороны Казахстана. В Минприроды поспешили успокоить оренбуржцев. Такая массовая миграция волков просто невозможна. Массовую рассылку жители Орска и Новотроицка стали получать на минувших выходных. Якобы животных местные жители заметили на улице Добровольского в Орске, а также на окраинах Новотроицка. Чуть позже несколько пользователей соцсетей выложили информацию о том, что им пришло СМС от единой диспетчерской службы с предупреждением об опасности. Большинство сообщений подкреплялось любительским видео. Однако по кадрам понять, что за местность, невозможно. Сегодня в Министерстве природы поспешили успокоить. Такая ситуация в нашем регионе невозможна. Такими стаями вообще миграция невозможна, так как у животных уже сформирована территория питания, которую они очень редко покидают. Возможно, единичные случаи миграции. Но в том случае, допустим, если особь изгнана из стаи, или же там все у каких-то обстоятельств, ей приходится покинуть стаю. Однозначно это не наш регион. Как выясняется, такое видео уже на протяжении длительного времени находится в интернете. Похожие сообщения получали жители Кемерово, Новосибирска, Омска и некоторых городов Татарстана. Сегодня во всем мире отмечается День хорошего настроения. Известно, что его можно и даже необходимо создавать себе самостоятельно. Сделать это очень легко с помощью простых вещей. Спонтанные встречи с друзьями, заказы вкусной еды или, допустим, шопинга. А что поднимает настроение оренбургца, узнали мои коллеги. Интересные ответы смотрите далее. Меня делает счастливым, потому что я жив, здоров и все мои близкие тоже. Вот, ребенок. Семья моя. Если здоровы, дети, нормально. Семья, дети, все. Что может быть еще? Наверное, ничего на данный момент, кроме работы с семьей. Чтобы вся семья была здорова. Теперь к традиционной рубрике «Попали в сеть». Главным героем сегодня становится четвероногий друг человека. Собака уверенно разъезжает на маршрутках областного центра. А видео с ее поездками набирает тысячи просмотров в интернете. На кадрах видно, собака ведет себя спокойно и уверенно. Со временем с пола она даже пересаживается на кресло. У окружающих людей такое соседство вызывает улыбку. И это, несмотря на размер собаки. Не смущает оренбургцев и то, что она находится без намордника. В социальных сетях видео сразу попадает в топ. Пользователи обсуждают произошедшее. Главный вопрос – кто заплатит за проезд? Неясно и куда направляется четвероногий красавец. Кто-то считает, что животное потерялось и просто ищет хозяина. Так или иначе, дальнейшая судьба собаки-зайца остается неизвестной. О спорте. В Римбурге состоялись массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед нашей надежды». Это мероприятие проходило одновременно в 36 регионах страны, продолжая ряд всероссийских акций, таких как «Кросснации» и «Лыжня России». На стадионе Оренбург сотни любителей спорта. «Лед надежды» – это массовые детско-юношеские соревнования с многолетней славной историей, еще с советских времен. Многие звезды конькобежного спорта начинали свою карьеру именно с выступления в подобных турнирах. По сей день одной из задач соревнований является поиск юных талантов. Денек сегодня очень хороший. Даже то, что нет солнца, но погода теплая, безветренная, я думаю, что скорость на коньках будет очень высокая. В том году, я насколько знаю, была холодная погода, было где-то 250-300, а в этот раз уже 500 зарегистрировалось. Мода на физкультуру, спорт и в целом активный образ жизни не обходит стороной наш регион. Занимаясь различными видами спорта, оренбуржцы охотно идут и на каток. Большой популярностью пользуются вечер на коньках, с каждым годом становясь все более массовым. На стадионе Оренбург, где работает прокат коньков, по прошлому году в среднем ежедневный охват – 1000-1200 человек. Сейчас эта цифра в два раза больше – 200-200. В этом году мы провели восьмой вечер на коньках, приняли участие порядка 15 тысяч человек. Около 40 хоккейных кортов были готовы к принятию всех желающих. И данное место – стадион Оренбург – это одно из излюбленных мест горожан. Участники соревнований «Лед Надежды» разделены на семь групп – школьники, студенты, работники предприятий и организаций, а также ветераны спорта. Школьники младших классов бегут 50 метров, для всех остальных – 100-метровая дистанция. В любой из возрастных категорий разыгрывается по два комплекта наград, но здесь каждый, кто выходит на старт, уже победитель. Анатолий Юденич, Владислав Горбунов, Новости дня. На этом все. Напоминаю, следить за новостями можно на нашем сайте media56.ru, а также в наших группах в социальных сетях. Спасибо, что были с нами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok